Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно рассказываем об особенностях тех или иных моделей, показывая их снизу, на подъемнике. В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда понадобится автомобиль с кузовом типа универсал. При этом большинству людей желательно еще, чтобы этот универсал был как можно менее ломучим, незатратным в содержании, ну и по возможности, конечно, чем экономичнее, тем лучше. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» всем этим требованиям отвечает сполна. Это крайне популярный автомобиль на вторичном рынке в Российской Федерации. Особенно это касается дальневосточной ее части. Встречайте, «Хонда Фит Шаттл». «Хонда Фит Шаттл» первого и единственного поколения построена на базе второго «Фита». От него здесь подвеска, от него же здесь и силовые агрегаты. Эти автомобили могли комплектоваться двумя вариантами силовой установки. Полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 120 лошадиных сил, либо, работающий в составе гибридной установки, двигатель поменьше, объемом 1,3 литра, около 67-68 киловатт. По крайней мере, так указывается в новых электронных ПТС. На практике разброс мощности составляет где-то от 92 до 96 лошадиных сил. Плюсом к нему идет около 14 лошадей, мощности которого добавляет как раз-таки электродвигатель. Коробки передач здесь могли быть либо вариаторными, либо автоматическими. Автоматические трансмиссии полагались версиям с полным приводом. Наш сегодняшний пациент это 2014 год. Рестайлинговый гибрид на моторе 1,3 и вариаторной трансмиссии. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля. Про то, как он окрашен, какова его толщина и про то, насколько хорошо или наоборот кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. И в случае с Хондой Фитшаттл разговор этот действительно будет очень и очень коротким. Толщина лакокрасочного покрытия на большинстве Фитшаттлов колеблется в диапазоне от 90 до 130-140 микрон. Как водится, при осмотре автомобиля уделяйте внимание равномерности окраса. В том, что касается качества ЛКП, большинство Фитшаттлов, будем откровенны, приходят к нам без пробега по России, из Японии. Поэтому каких-либо явных следов трассовой эксплуатации в виде сколов, царапин и так далее, налог к красочному покрытию и Фитшаттлов особо часто обнаружить не удается. Однако даже автомобили, которые побегали по просторам нашей родины в течение 1-2-3 лет, могут огорчить разве что наличием тех самых сколов на кленовидном передке. Бампер, кромка капота, по большому счету, все как у всех. В том, что касается коррозии, по большому счету, у Шаттлов также все обстоит весьма и весьма благополучно. Автомобили еще достаточно свежие, и коррозия, если и присутствует, то, как правило, носит очаговый характер, причем мелкоочаговый и легко устранимый. Как водится, никто не гарантирует вас от отсутствия на вторичном рынке битых автомобилей. Поэтому при осмотре подобной машины уделите особое внимание целостности силовой части кузова. Ну, а также проверьте традиционные для появления коррозии места. Нижние кромки дверей, пороги и внимательно осмотрите днище автомобиля. Особенно это касается полноприводных версий, которые эксплуатировались на севере Японии. Однако в большинстве своем за 5 лет работы в компании ржавых Фитшаттлов мне лично наблюдать не доводилось. В том, что касается салона и бортового электрооборудования, Хонду Фитшаттл можно назвать практически эталоном того, что может выдать на гора автопроизводитель. За 5 лет работы, если мы возьмем статистику замечаний по диагностикам к беспробеговым Фитшаттлам, которые приезжали к нам из Японии, то на весь огромный объем реализованных автомобилей именно этой марки и модели придется всего пара-тройка замечаний, связанная с перегоревшими габаритными лампочками, не работающей кнопкой стеклоподъемника и не складывающимся наружным зеркалом. Согласитесь, все эти вещи легко выявляются при визуальном осмотре и не являются чем-то из ряда вон страшным. Во всяком случае, климатической установки и работоспособности всех бортовых систем на этих автомобилях вопросов, как правило, нет. Что касается силовых установок Хонды Фитшаттл, если вы покупаете такой автомобиль вне гибридной версии, под капотом у вас будет находиться двигатель, чья маркировка звучит как L15A. Это рядная алюминиевая четверка на 120 лошадиных сил. У этого двигателя один верхний распредвал, 16-клапанная головка блока цилиндров и цепной привод ГРМ. Причем цепь эта весьма и весьма ресурсна и каких-либо нареканий, как правило, не вызывает. По сути дела, срок службы этой цепи равен всему сроку службы двигателя. Также у этого мотора есть система ВТЭК и нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Поэтому по регламенту раз в 45 тысяч километров пробега клапана нужно регулировать. Стоит эта процедура не так дорого. И любой профильный хондовский сервис выполнит ее без каких-либо проблем. Самое интересное, что L15 получился очень и очень надежным. По сути дела, ничего сложного в конструкции этого мотора нет. И ломаться там по большому счету нечего. Если вы будете менять масло в разумные 7-8 тысяч километров пробега и вовремя регулировать зазоры клапанов, этот двигатель отработает у вас 300, 400 и даже под 500 тысяч километров пробега. Уверен, такие примеры на практике уже есть. Вторая силовая установка здесь поинтереснее. Это двигатель объемом 1,3 литра, чья мощность около 92-93 лошадиных сил. Этот мотор называется LDA и работает он вкупе с электродвигателем. Вообще весь гибрид от Хонды носит наименование IMA, Integrated Motor Assist, то есть интегрированная вспомогательный мотор. Что же здесь, собственно, интегрированного? Компания Хонда взяла и поставила электродвигатель толщиной 7 сантиметров между двигателем бензиновым и коробкой передач. В данном случае он заменяет собой маховик и добавляет где-то около 14 лошадиных сил. Казалось бы, немного. Но не забывайте, что за разгон автомобиля и за легкость, с которой машина проделывает спринт от 0 до 100, отвечает больше не лошадиная сила, а крутящий момент. А вот его как раз электромотор добавляет порядком. Что касается бензинового двигателя, это стандартная рядная четверка с одним верхним распредвалом, но с четырьмя свечами на цилиндр. Соответственно, клапанов здесь не 16, а 8. Причем доступ к заднему ряду свечей на этом моторе обеспечивается после демонтажа пластикового жабо и механизма стеклоочистителей. Так что, если вы меняете свечи на Fit Hybrid, имейте в виду, что менять их вам придется не 4, а 8. И для этого потратить немножко побольше времени, чем вы бы потратили на обычный 4-свечной полуторалитровый вариант. В остальном, LDA это все тот же надежный и проверенный временем двигатель, так же как L15A. ГРМ здесь также цепной, цепь эта ходит бесконечно долго, практически весь срок службы мотора. Ну, а регулировка клапанов также выполняется раз в 45 тысяч километров пробега, поскольку гидрокомпенсаторов здесь тоже нет. Как по большому счету и явных слабых мест. Что касается архитектуры и принципа работы силовой установки AMA, В данном случае электромотор лишь помогает основному бензиновому. Ездить чисто на батарейке этот автомобиль не умеет, хотя батарея есть, она находится под полом багажника и сокращает полезный объем с 595 литров у переднеприводного Fit Shuttle до 517 у гибрида. Эту батарею электродвигатель может как заряжать при торможении, так и принимать оттуда электроэнергию, добавляя недостающие ньютон-метры, особенно при разгоне на малых оборотах. В любом случае на Fit Shuttle электродмотор всегда будет работать только в паре с бензиновым ДВС. А вот на следующем поколении, которое называется просто Shuttle, схема уже иная и намного ближе к тойотовским гибридам, где автомобиль может также двигаться в режиме чисто электрического хода. На вопрос, стоило ли городить подобный огород, можно ответить утвердительно, ведь расход топлива этого немаленького и вместительного универсала в городском цикле едва достает до отметки 6 литров, что меньше, чем у бензиновой переднеприводной версии и значительно меньше, чем у бензиновой полторалитровой полноприводной машины, которая в городском цикле может расходовать до 10 литров 95-го бензина на 100 км пробега. С двигателями разобрались, теперь про коробки передач. На Хонде Fit Shuttle могла устанавливаться как пятиступенчатая автоматическая, так и вариаторная трансмиссия. Автомат шел только на полноприводных автомобилях, и в принципе сказать что-то плохое про эту коробку на самом деле нельзя. Меняйте масло хотя бы раз в 50-60 тысяч километров пробега, и данная трансмиссия отработает у вас более 300 тысяч километров пробега. То же самое касается и полного привода. По сути дела каких-либо нареканий к этой системе нет. Кроме того, полноприводные шаттлы несколько повыше, чем свои гибридные и чисто переднеприводные версии. Поэтому если вы живете в мегаполисе, где дороги и дворы оставляют жевать лучшего в плане очистки снега, то полноприводный Fit Shuttle это как раз та самая золотая средина. Между затратами на эксплуатацию, надежностью, расходом топлива и вместимостью. Кстати, объем багажника на полноприводной версии немножко поменьше, чем на переднеприводных машинах, но больше, чем на гибриде. Его объем 565 литров. Теперь, что касается вариаторной коробки передач, которая ставится на передний привод, либо на гибридные машины. По большому счету ресурс вариатора вряд ли можно назвать чрезмерно маленьким. Эти коробки способны отрабатывать и за 200-250 тысяч километров пробега. Опять же, масло в вариаторной трансмиссии нужно менять чаще. Интервал замены масла и фильтров не должен превышать в идеале 30 тысяч километров пробега. По сути дела, то, чем может огорчить своего владельца вариатор на Хонде Fit Shuttle, это гул подшипников валов. И в этом случае замена подшипников, к сожалению, повлечет за собой полный разбор коробки передач. Эта процедура в реалиях 2022 года стоит где-то от 35 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона, наличия запасных частей и, собственно, расценок на работу, что несоизмеримо меньше, чем ремонт вариатора или обычного автомата на некоторых других марках, где сумма подобного мероприятия давным-давно шестизначна. Так что при осмотре понравившегося экземпляра обязательно прокатитесь на автомобиле. Если вы услышите отчетливый и явный троллейбусный гул со стороны коробки при наборе скорости, скорее всего, подшипники в скором времени попросятся на замену. И еще кое-что. Если вам не повезло и вы попали на ремонт вариаторной коробки, но при этом хотите купить контрактную и обойтись, скажем так, меньшей кровью, то имейте в виду, что трансмиссии на дорестайлинговых фитшаттлах и рестайлинговых фитшаттлах имеют отличия. И если вы поставите рестайлинговую коробку на дорестайл или наоборот, с большой долей вероятности работать это все не будет. Так что при подборе трансмиссии руководствуйтесь давнешним принципом владельцев Nissan. Маркировка коробки, которую вы сняли со своего автомобиля, должна совпадать с маркировкой коробки, которую вы на него планируете поставить. Различия между этими агрегатами не кроются как в конструкции самого гидроблока, так и, например, в конструкции крышки этой самой коробки. Ну а теперь про ходовую часть Honda Fit Shuttle. По большому счету подвеска здесь построена по классической легковой схеме. Спереди Макферсон, а сзади балка. В случае, если машина полноприводная, сзади будет подвеска типа Дэдион. Но принципиально сложностью она отличаться также не будет. Как и низким ресурсам отдельных компонентов. Этого про Fit Shuttle сказать трудно. Если же говорить о надежности отдельных компонентов подвески, то, согласно нашей статистике, а таких автомобилей через наши руки прошло достаточно немало, чаще всего на машинах с пробегами от 80 до 160 тысяч километров пробега среди замечаний фигурируют рулевые наконечники и рулевые тяги. Чаще на автомобилях с пробегом от 120 до 140 тысяч. По всей видимости на пробегах больше они поменены еще в Японии, а на пробегах меньше чем 120 они еще не начинают люфтить. За много лет работы мы не встречали беспробеговых Fit Shuttle, которые бы требовали замены стоек, например, по причине их протечки либо стуков. Равно как независимо от пробега автомобиля ни разу не попадались нам на Fit Shuttle и требующие замены стойки и втулки стабилизатора. Детали эти копеечные, но вот для замены втулок возможно придется заморочиться, ввиду не очень удобного расположения этого самого стабилизатора. Нижние шаровые опоры передней подвески в данном случае выполнены впрессованными в рычаг, но все, что впрессовано, может быть выпрессовано. Соответственно, шаровую опору вы можете поменять, не меняя рычаг. Что касается ресурса сайлентблоков, передних рычагов, то, как правило, нарекания в виде небольшого растрескивания либо надрывов могут иметь сайлентблоки на автомобилях, чей пробег лежит в диапазоне от 100 до 130 тысяч. По всей видимости, опять же, на машинах с большим пробегом эти компоненты успевают поменять еще в Японии. Что касается рулевой рейки, самого недешевого компонента любой ходовой части, здесь она электрическая, каких-либо особых нареканий к ее работе нет. Очень-очень редко встречается стучащая рейка по причине выработки самого рулевого механизма, но поскольку это автомобиль весьма и весьма массовый, популярный на Дальнем Востоке, то и проблем с поиском контрактной рулевой рейки, а также с ее стоимостью никаких быть не должно. И в данном случае это тот самый вариант, когда проще рейку заменить на контракт, чем заниматься ее переборкой и ремонтом. Что касается задней подвески, она здесь абсолютно простая, и каких-либо нареканий до пробега в 200 тысяч километров по этим автомобилям нет. По сути дела, даже встречающиеся на более тяжелых микроавтобусах типа Хонда Степвеган или Ниссан Сирена, а потрескавшиеся сайлентблоки задней балки на фитшаттлах нам видеть не приходилось. Так что по большому счету, при осмотре подобного автомобиля снизу, первое, что вы должны сделать, это убедиться, что у вас не течет масло нигде по двигателю, что попадается, опять же, очень и очень редко на автомобилях без пробега. Ну и, конечно, львиная доля внимания на состояние кузова, а конкретно днище автомобиля на предмет коррозии. Итак, какие выводы можно подвести под все уже сказанное про Хонду Фитшаттл? Этот автомобиль, в какой версии вы бы его не выбрали, имеет под капотом очень хорошие, проверенные годами и десятилетиями эксплуатации силовые установки с огромным по нынешним меркам ресурсом. Коробки передач также, по большому счету, не подкидывают проблем. Однако к выбору машины с вариатором следует подойти все же более ответственно и более досконально проверить его работу. Что касается стойкости кузова к коррозии, то, по большому счету, если вы изначально выбрали автомобиль, у которого с этим все благополучно, имеется минимальное количество следов ремонта и окрасов, то подобный автомобиль будет служить вам очень и очень долго и долгое время не будет огорчать появлением ржавчины. А если она и будет где-то появляться, то, как правило, эти небольшие точки можно будет легко купировать и во что-то глобальное они не перерастут. Таким образом, выбирая Honda Fit Shuttle, вы можете получить за относительно вменяемые деньги по меркам 2022 года экономичный и довольно шустрый вместительный семейный универсал. Кстати сказать, с достаточно комфортной подвеской и неплохой по меркам именно этого класса автомобилей шумоизоляции. Да, по обслуживанию автомобили Honda даже в плане ТО могут быть чуть дороже, чем автомобили от конкурентов. Но вот частота этих самых ТО в данном случае позволит вам все же не растрачивать на эти машины бюджет. По сути дела, если вы хотите себе автомобиль на ближайшие 3-4 года, в который вам не придется глобально вкладываться, то, будучи выбранным в хорошем состоянии, Honda Fit Shuttle – это тот самый рациональный вариант. А шанс выбрать подобную машину в хорошем состоянии достаточно немаленький, с учетом того, что эти автомобили продолжают возиться из Японии. Ну, вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике далее. Ну, а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть Honda Fit Shuttle и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, выбирающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok